ОПЕЛЮ КАДЕТУ Будущее, можно сказать, и настоящее ОПЕЛЯ Тем более это АСТРА-ДЖИ АСТРА-ПОКОЛЕНИЕ ДЖИ 98-го года Является, на мой взгляд, лучшим автомобилем компании ОПЕЛЬ До этого у автомобиля ОПЕЛЬ был единственный недостаток Это то, что они очень быстро ржавели С 98-го года АСТРА, первая в модельном ряду ОПЕЛЯ Получила оцинкованный кузов Двухсторонняя оцинковка с 12-летней гарантией Осталась АСТРА в очень редком кузове Относительно редком, с кузовом Универсал Чаще встречаются седаны и хитчбеки Реже встречаются только кабриолеты и купе Главное достоинство АСТРА-Универсал Это огромный багаж Багажник очень легко трансформируется То есть, превращается в огромную, просто практически малогритную квартиру Которую можно погрузить и холодильник, и плиту В общем, практически все, что только можно И удобно очень то, что, если он у вас, к примеру, до половины, только заем То есть специальная шторка, которая закрывает половину багажника Превращая его практически в седан Сразу видно, что автомобиль 90-х годов Тогда еще устанавливали вот такие вот накладки на двери Так называемая противоударная защита Машина весьма с хорошим клиренсом Как для универсала семейного 15 сантиметров позволяет по песочку проехаться Заехать на бортер Установлены здесь 15-дюймовые диски колесные Хороший баланс с жесткостью и мягкость И кто вообще знаком с этой маркой, поймет, о чем я говорю Характерные, типичные пилевские дверьные ручки Такие устанавливались очень часто на предыдущих поколениях Таких моделей, как Омега, Вект и Астрина тоже досталось И на курсе такие же самые устанавливались Такие пластмассы в черном цвете В более дорогих версиях они красились под цвет кузова То есть это вот типичный опинг Астра предлагает задним седокам Просто царское пространство для ног Сюда усядется человек Большого даже роста можно Не сомневаться Сидение Функтура сидений позволяет для этого То есть как раз специальная выемка есть для ног Над головой очень много места Есть ручки для того, чтобы держаться Да, это базовая комплектация И здесь стоит дверь 1,6 литра Минимальный дверь, который устанавливался на универсал Астр Это инжектор Восьмиклапанный, однораспредвальный Мощностью 75 лошадиных сил По наследству достался еще от Астры Ф От предыдущей Астры Которая заменила кадеты Была по сути дела Переходной моделью Дверь достаточно резвый В принципе экономичный Соответствует европейским нормам Евро-3 токсичности Ну в принципе вот этот дверь Наверное Как бы Если нужен недорогой автомобиль Наверное этот дверь лучше всего ему подходит Базовая комплектация нам досталась Как я уже говорил Хорошая приятная обивка дверей Вот хромированная даже Ручка открывания дверей Механические стеклоподъемники Есть место для подстаканника Динамик Еще здесь 4 динамика Сиденье регулируется по высоте Простенькая такая борода Панели приборов Здесь стоит кассетная магнитола Blaupunkt Ну сразу как бы Можно догадаться Что машина из Германии Нет кондиционера естественно Есть такое как бы подобие бортового компьютера Который показывает расход топлива Руль не регулируется Зато есть называемый сервопривод Управление магнитолой Вот этой простенькой Весьма хороший на обхват руль Весьма удобно Можно расположиться за ним Включая то что удобное Очень хорошее сидение С хорошей поясничной поддержкой Хороший пластик Хотя опять же Он твердый Но в любом случае не скрипит И не издает таких неприятных запахов Особенно насос Это характерно дешевым автомобилям Здесь как бы все нормально Пятиступенчатая коробка передач Учитывая возраст автомобиля Машинке уже 16 лет 98 год Вот это одна из первых астов Уже потерлась вот эта кожаная оплетка Кожаный манжет Рычага трансмиссии Хорошо очень читаются приборы Спидометр, тахометр Удобные переключатели Вот это кстати характерно Опять же то что я говорил про кадет Можно носить и кастры Очень много здесь взаимозаменяемых деталей В частности вот переключатели стеклоочистителей Переключатели поворотов Вообще Astra G чем она классна Тем что это был последний По сути дела настоящий Opel Вот доктор ваген Как его называли в Германии То есть простой Opel Дешевый Opel И в то же время обладающий Такой магией Когда автомобиль Вроде бы и небольшой с виду Но предлагает очень много места в салоне Умеет расположить 5 человек И достаточное количество багажа Не стесняет ни в чем До этого был кадет Но у кадета был недостаток в том Что он очень быстро ржавел В Астре исправили этот недостаток Кузов получил двойную оцинковку И 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии После конечно же Astra Продолжила выпускаться С 2004 появилось поколение H Оно было менее удачливым Потому что дизайн стал напоминать Зубила На сегодняшний день Представлена Astra уже Очередного поколения Она хорошая Но Opel утратил уже Ту непосредственность Которая у него была раньше По сути дела На сегодняшний день Выпускают клон Ford Focus С таким больше спортивным уклоном При этом Места уже в нем Заметно меньше И автомобиль получился у них Больше Что касается этого поколения Оно очень популярное Очень долгое время он выпускался За пределами Германии Например в Запорожье На Запорожском автозаводе Происходила крупноузловая сборка Ну сам автомобиль просторный В нем много места Как я уже говорил За рулем На сегодняшний день Субтитры сделал DimaTorzok На ОПЕЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новый ОПЕЛ Продолжение следует...